Вторая волна Реформации Вторая волна Реформации тоже была очень разнообразной. Мы говорили о одной из самых сильных групп внутри второй волны Реформации, о баптизме, но этим не ограничивалось пробуждение уже реформированных церквей. Возникает очень мощное движение, которое в истории получило название ревайвализм, пробуждение. Это движение предполагает реформирование уже реформированных церквей. Оказывается, реформация должна продолжаться. Это не только лозунг, о котором я уже говорил, но это и практика жизни. Реформирование реформированных церквей. Главная цель ревайвализма заключалась в том, чтобы пробудить жизнь уже в существующих церквях, но не создавать никакие новые церкви, а просто вдохнуть жизнь в ослабевшие общины. И главные направления ревайвализма были в Германии, это был пиетизм, а в Англии методизм. Хотя, конечно, было еще много других дополнительных проявлений ревайвализма, но это были самые мощные из движений второй волны реформации. Пиетизм. Пиетизм – это движение, которое возникло в Германии, связано с именем Филиппа Якоба Шпеннера. Это лютеранский пастор в городе Франкфурт на Майне, который в 1670 году начал собирать членов своих церквей и, в частности, своей собственной общины, собирать на так называемые дополнительные изучения Библии, которые получили название коллегия пиетатис, то есть движение благочестия, коллегии благочестия или собрания благочестия. От имени вот этих коллегий благочестия и само движение стало называться пиетизмом или благочестием. Другое направление, очень важное направление в пиетизме было связано с именем Августа Германа Франке. Франке и его друзья организовали аналогичные пиетистским собраниям Шпеннера свои собрания. И, как и Шпеннер, они встретили гонения и непринятие со стороны официальных церковных властей, потому что это что-то было новое, может быть, не совсем привычное. Пиетисты, как и Шпеннеровская группа, так и Франка, они настаивали на том, что надо не только иметь хорошую, правильную доктрину, догматику, но надо иметь правильную жизнь. И они вместе собирались, читали Писание, вместе молились и подбадривали друг друга в том, чтобы уходить подальше от всех грубых, во всяком случае, форм греха. Чего не особенно делали рядовые лютеране этого времени. Сам Август Герман Франке перешел в университет Гали, и вот там в Гали появился целый центр по подготовке миссионеров. Начинается очень серьезное, большое движение. Это уже не только личное благочестие, а начинается организация целой системы взглядов, системы организационных мероприятий. И даже территориально они организовываются, как какой-то, как сегодня бы сказали, городок, где находится много учреждений, направленных на расширение идеи благочестия. Ну, во-первых, это школа для бедных детей. Бесплатная школа для бедных детей. Франке организовал такую школу. Позже он заложил фундамент для нового детского дома, и этот детский дом был построен. В течение 30 лет, пока Франке руководил в Гали вот этими всеми учреждениями, были построены и школьные здания, жилые дома, мастерские, сады, аптеки, институт для подготовки миссионеров, типография для печатания дешевых тиражей священного писания. Собственно, появился целый городок, в котором проживало до двух с половиной тысяч человек. То есть, это уже была не только идея богословская, но это была очень практическая социальная работа. Собственно, вырабатывалась концепция и проект новой социальной реформы, которая должна была быть основана на христианстве. Ну, интересно, очень такая большая и странная особенность была во всех этих учреждениях, что все эти учреждения, которые до настоящего времени, собственно, существуют, они все были построены и основывались на вере. То есть, без всяких начальных средств, без специальных пиар-компаний. Они просто по вере строились. Франк имел такую веру, друзья его поддерживали, что вот Господь пошлет деньги, пошлет средства, пошлет ресурсы, пошлет людей. И действительно, откуда-то приходило. Кто-то жертвовал в самые тяжелые моменты, когда нечем буквально было кормить, вдруг приходили какие-то пожертвования, и этот большой-большой проект существовал именно по вере. Вот это пиетистское движение второй половины 17 века, оно охватило не только Германию, оно начинается в Германии, но охватило не только Германию, но и всю Скандинавию. Голландию, Скандинавию. Вот очень известная картина Адольфа Тидеманда, в которой изображается пиетистское собрание. Вы видите такую крестьянскую, можно сказать, домашнюю атмосферу. Люди без всякой специальной организации, они в свободной такой обстановке. Кто-то встал на какую-то скамеечку, читает Писание, проповедует. Видно, что без всякого конспекта, без всякой подготовки он не читает лекции, он держит Библию только в руках. Люди вокруг в сокрушении плачут, рассуждают о прочитанном. То есть это такая очень свободная и вдохновляющая обстановка для развития внутреннего благочестия. Надо сказать, что один из принципов всех пиетистов, и Шпеннер, и другие все отцы пиетизма наставили на этом, один из принципов пиетизма заключался в том, чтобы пожертвовать свободой в спорных ситуациях. Ну, что это означало? Пиетисты считали, что если есть какая-то неясная ситуация, этическая ситуация, где можно поступить так или иначе, то всегда надо поступать так, чтобы урезать свою свободу, а не воспользоваться ею. Ну, например, можно играть в карты или нельзя играть в карты? Стоял бы вопрос в то время. Ну, вроде бы Библия напрямую не запрещает игру в карты. Но они всегда решали, нет, нельзя играть в карты. Хотя теоретически это можно было бы допускать. Можно ли там, например, пить спиртные напитки или нельзя пить спиртные напитки? В принципе, крепкие спиртные напитки тоже можно пить, и Библия это напрямую не запрещает. Но умные пиетисты, и как и вообще часто анабаптисты, а позже баптисты это делали, они принимали решение пожертвовать своей свободой ради того, чтобы сохранить свое благочестие. Потому что риска гораздо больше, когда человек пьет крепкие спиртные напитки, чем когда он не пьет. И так, собственно, во всей ситуации. Как одеваться? Как вести себя? Что можно, что нельзя? Главный руководящий принцип, или, как сегодня говорят, управляющий принцип, пожертвовать своей свободой ради немощных и ради безопасности, благочестия, ради духовной безопасности. Вот это то, к чему пришли пиетисты, и что они практиковали, и достаточно успешно практиковали. Еще одно очень важное движение, которое возникло в этот период, в XVII-XVIII веке, особенно развивалось уже в XVIII веке, это движение графа Цинцендорфа и так называемые моравские братья. Вообще, в ревоеволизме граф Николай Людвиг фон Цинцендорф сыграл очень важную роль. Человек очень знатный, родился в высокопоставленной семье, воспитывался в школе Франке в Галли, получил такое строгое пиетистское образование, но, кстати, очень высокое образование. Школа в Галли отличалась как раз очень высоким уровнем преподавания, очень серьезным изучением языков, гуманитарного всего корпуса. И Цинцендорф закончил эту школу, изучал право после этого в Виттенберге, то есть человек очень подготовленный, высокопоставленный, но с самой юности он был очень предан всем пиетистским идеям. Он очень покровительствовал общинам пиетистским и покровительствовал анабаптистским общинам. Именно он разрешил последователям гусицкой церкви из богемии, которых гнали, которых уничтожали, не могли нигде найти себе прибежище, он разрешил, чтобы они поселились на территории, которую они назвали Гернгут, на территории его большого поместья, на его земле поселились. И вот эта община в Гернгуте стала основой новой церкви маравских братьев, которая возникла позже. Но самое интересное, на что я хотел бы сейчас обратить внимание, они стали основой миссионерского движения. Это стала первая община, которая серьезно поставила вопрос о миссионерском движении и начала практически осуществлять очень широко миссионерское движение. Миссионеры из Гернгута поехали во все концы света, в Африку, в Индию, в Греландию, они были в Америке. Сам Цинцендорф очень много путешествовал с проповедью. В Америке он основал именно вторую общину маравских братьев, он рукополагал служителей. Именно он лично совершал очень многое для распространения Евангелия. Это очень важная такая характерная особенность этого движения гернгутеров. Они были очень мистически настроенные, очень глубоко преданные идее благочестия. Часто, может быть, даже переходя в какие-то крайности в своей дисциплине, в своих самоограничениях, но именно они начали очень серьезное протестантское миссионерское движение. Еще одна очень важная церковь, которая возникла в результате ревоеволизма, это методистская церковь. В конце XVII века в Англии начинаются движения по изучению Библии, желающие пробудить как-то жизнь в англиканской церкви. И возникают группы по изучению Библии, такие же, как пиетистские собрания в Германии. Одно из таких собраний происходило в доме Самуила Весли, отца Джона и Чарльза Весли. Именно Джон и Чарльз Весли и стали фактически основателями нового движения, которое получило название «Методизм». Фактически три больших лидера отмечают историки, говоря о методистском движении. Это братья Весли и Джордж Уайтфилд. С них начинается первая волна серьезного евангельского пробуждения в Англии. Надо сказать, что проповеди Весли и других лидеров методизма приводили к покаянию буквально тысячи людей. Сегодня даже с трудом верится, как многие люди, плача, сокрушаясь, меняли свою жизнь, уходили из пьянства, потому что пьянство в то время был главный порог в Англии, уходили из всех своих нечистых дел, оставляли все это и каялись от очень простых проповедей. Многие из этих проповедей сохранились. И читая эти проповеди, я только удивляюсь, почему люди каялись. Сегодня вроде бы проповедники говорят более интересные, более серьезные, более увлекательные, более чувственные проповеди, чем эти. Но от сегодняшних не каются, а от тех каялись. Очевидно, было какое-то особое действие духа, которое меняло людей. И простые проповеди, ну, может быть, не такие уж совсем простые, но достаточно простые проповеди проповедников, лидеров вот этого движения, меняли жизнь людей. После вот таких больших пробуждений необходимо было, конечно, что-то делать с этими людьми, которые покаялись. Необходимо было некоторое духовное воспитание. И вот Джон Уэсли здесь оказался на высоте. Он стал лидером, который не столько и не только сам проповедовал, но он был хороший организатор, который сумел организовать по всей Англии, а позже и даже в Северной Америке, целую сеть таких методистских собраний. Он строил так называемые часовни. Они строились не в виде каких-то зданий, это были группы людей, которые назывались часовни. И они имели план изучения Библии, методический план, собственно, почему их стали называть методистами, потому что они так серьезно, последовательно изучали Священное Писание, уделяли этому очень много времени и внимания. И фактически вот эта система изучения Библии по определенному плану, с программой, то, что сегодня кажется естественным и простым, фактически эта система была очень новая для людей 17-17 века, и она оказалась очень эффективной. Она помогла организовать людей, дать им духовное наставление, духовное воспитание, и не потерять всех тех, которые покаялись. Огромным подспорьем в этом деле оказались гимны, которые написаны были братом Джона Вейсли, Чарльзом Вейсли. Это гимны, многие из которых до сих пор поют общины и баптистов, и пятидесятников, входят в современные сборники, то есть это те гимны, на которых воспитывались поколения и поколения евангельских верующих. Методисты оказали очень большое влияние на все общество Англии, прежде всего своими выступлениями против спиртных напитков, против рабовладения, против войны. Они стали организовывать многочисленные структуры, как бы общественные организации, говоря современным языком, для помощи бедным, для помощи несчастным детям, возродили благотворительность, которая была утеряна многие столетия. Но после смерти Джона Весли все-таки методизм выделился в самостоятельную церковь. Методистские собрания, часовни вышли из англиканской церкви и стала существовать, на сегодняшний день существует Веслянская или Методистская церковь. Так, собственно, прошла вторая волна реформации. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова